Продолжение следует... Что будут делать, забьют на турнир или продолжат? Продолжат сейчас и соберутся на второй карте, неизвестно пока. Для командного духа, конечно, полезно вообще вот в целом-то, да, собраться и попытаться на второй карте потащить. Но вот с точки зрения как бы участников, наверное, все-таки сложно, потому что первую карту проиграли. Опять же, свой пик обидно проигрывать. Либо это какая-то кривая развития была, вот, в пике баня карты, либо еще что-то, а тут пока врыв под флэш и Бизон. Бизон, который не почувствовал ни Трабли, ни Керригана, достался Зониксу. Одно добивание там в две тысячки, но неравный проход по длине. Очень сгруппировано аннексы с против фэка сыграли. Ну, еще один раунд против фэка придется представить. Итак, ну и по картам, друзья, счет 1-0. В пользу датской команды мы прекрасно видели, что произошло на первой карте. Уверенное начало для немецкой команды и потом всеобщий разворот и переворот в пользу аннексис. Ну, благодаря, конечно же, Нико, вот, в нескольких моментах острых, опасных, смогли датчане прибрать к рукам мораль и смогли просто завершить дело. Но самый главный аргумент, опять же, перед этим матчем, что точно известно на все 100, а аннексис играли праг и играли праг несколько часов. Соперник, кто был, пока не знаю, но это не суть важно. Главное, что вряд ли бы они стали, вряд ли профессиональная команда будет играть со слабым соперником перед официальной встречей и размялись на ура. Ну, я думаю, Маус тоже играли, но может кто-то индивидуально, кто-то нет. Опять-таки, на эту лигу здесь огромные мотивации в онлайне играть никто не чувствует, потому что LAN финалов нет, естественно, да, призовой формы-то большой, но в качестве разминки, я думаю, мы все должны быть удовлетворены процессом просмотра. На StarLadder мы увидим как раз-таки все эти же команды, плюс, ну, кроме аннексис, плюс еще несколько, плюс команды с СНГ малоизвестные, нам будем знакомиться с ребятами, и там уже станет понятно нам, что ждать от CSGO сцены вообще в будущем. Пока что я сильно надеюсь на развитие русской CSGO сцены, и надеюсь на то, что регионы заиграют, но пока сомнительно. Так, аннексис, что ж, игра против первого бая, ВП Нуки, пока игра по длину под флэш, как видим, будут пытаться на Глэйва ее разыграть, он первый, кто выходит, но там у нас на приеме, там Керриган, плюс Трабли, сильные парни, и стрельба вот Трабли здесь вряд ли подведет, я думаю, позиция просто очень линейная, и он в таких ситуациях играет хорошо. Эпрокс опять будет горе-одинешенек на парапете, поэтому там отбиваться одному горе, но он тут нерискованно стоит. На самом деле, как видим, такой старый дефенс в линию выполняют сейчас с Маус, вообще при размерах в CSGO это реально. Вот в CS 1.6 одна из, один из любимых моих вот дефенсов был всегда, это когда на длине стоят три человека, реклама играет с ВП, либо подъем, просто против рекламы играть, против АВП на рекламе играть очень легко с парапетом, но вот если там с подъема авик и с рекламой постоянно меняются, и в зависимости от сплит-атаки, по приоритету, если принимают либо длину первую, либо парыч, все всегда красиво выглядит, и шансов на безумный, просто красивый прием четкий, очень-очень много, поэтому вот дефенс втроем под длиной, это очень качественная и красивая штука, но вот сейчас MSL смотрим, на него должны были зааркадить, но он топнул и спрятался, испугался второй флешки, но на кач вышел реклама и противостоит ему в трабле, но сразу фокус еще от игрока сплунта, это Эпрокс и закрытие атаки от Анексис, плановый выход не состоялся, пимпс, горе-воин на парапете, тянет время, сейвит Акап, и вот Глэйв, как видим, просвал в этом раунде 600 с лишним, жесть, жесть, ну и уронили, уронить могли сейчас дачан на деньги, но опять же, фармганы два раунда решили, здесь все, и бабки есть, будет закуп, нет АВП, вообще интересно посмотреть, что будет с мидлом, мид вообще сразу не раскидывают, отходит очень поздно, по длину будут, наверное, играть либо в сторону парапета, судя по пимпсу, наверное, все-таки сыграют к паручу, но чуть попозже, и пока будет высиживание, ожидание аркады, но аркады и маусы спортс, это две, ты не знаешь, это магнит, который вот наоборот переворачиваешь, и к другому магниту в таком же положении, пытаешься подвинуть, а он отталкивает. Смотрим на врыв от Глэйва, и это хэдшот в Эпроксо, очень агрессивно и безумно сыграл, но он слышал соперника, а Эпрокс пока что создает впечатление, создает все впечатление вообще об этом парне, что он никак не готов, он хорошо стреляет, это видно, видно, что чувак играет демы, много, и переход на CSGO, если не дался еще ему, ну, видно, что не дался на 100%, это явно, вот судя по его каким-то непонятным флешкам, уже в опасном тайминге, в рыдовом реально действовал, когда его уже могли просто здесь уничтожить, так, перекрытие нуки, ну а зачем отворачиваться, потом стрелять с ВП в медленно выходящего парня, отдача Б-планта от Анексис, минус 3, встанем аус, даже непонятно, как это произошло, но явно под В основной игрок начинал неспроста, основной пимпс именно, именно пимпса стоит, я думаю, выделить все-таки у датской команды, потому что он очень хорошо отстреливается, вот на Инферно хорошо настрелял, конечно, у него не было там раскладов 1 в 3, 1 в 4, или там клач раундов безумных, но пока он напоминает, знаете, такого воина, роль у него в команде, что он больше похож, знаете, на разведку и на человека, которого можно всегда оставить в спине, и если он зайдет в спину, то он бьет, что-то говорит, что поверьте, вот, но пока, пока не стали охотиться за Керриганом, решили поберечь свои нервы, поберечь свои же девайсы, ну и Никас играет СВП у нас на центре, сейчас посмотрим, с чего начнется, пимпс, респа под Б, ну вообще тут группировка на респе такая, что, как видим, Шторм Зе Фронт здесь как минимум будет, и, по-моему, 2-3 будут играть, и это Б, и в лучшем случае по респу, если продолжит доигрывать до финалки, то будет Б, да, но пимпс не стал выходить быстро, как видим, да, не стал спешить, решил постоять, подождать, послушать звуки, ну, Маус Порс будут играть на шанс, здесь больше, да, на шанс, как видим, ну вот под Б зону сейчас увидит троих, его тут взрывают, пытаются кинуть гранату, в итоге развалили в пленте, Нилю ждет Аркада под банкой, как видим, ну, закрывает просто здесь всевозможные дырки в дефенсии, и защита уже понимает, что это точно Б, тут трутся под плентом, но их уже в спину обходит, у Керригана есть калаш, и выпад на Керригана, ну, вот Керригана тут не ждали, есть шанс у него еще сделать пару фрагов сочных, ну, он здесь, конечно, старается выжить максимум из ситуации, но атака тоже времени даром не теряла, и перестроилась под прием Керригана именно в упоре, сами за Аркадия, или по своей инициативе решили просто разыграть, и не давать, не давать игроку защиты, делать выбор какой-то осознанный, 5-1, пока что сторона нападения датчанам идет, ну, совсем к лицу, на 100%, не на 100% к лицу, но идет, идет, и играют более-менее ровно, ну, вот Нуки, царский дым на центр, проход, еще и флочку словил, ну, понимает, наверное, что там фаст, что там очень быстро занимали, неприятная граната, которую создает просто с дымом, ну, шумовый фон, и решаются немцы Нуки на центре, тут, как видим, пока под длиной вообще кровололиус, и на размене отомстили за МСЛ, но он более-менее справился со своей позицией, и принял основную, ну, он основным дмэш-дилером выступил в этом роковом приеме, аркады с длины. Ну, вот, немцы то играют на ошибку соперника, то сами совершают ее. Ну, вот, судя по тому, как они поломились по длине, я уже подозреваю, что ручки-то там подотпустились по-любому у нескольких персонажей, эмоциональный фон, он не один, они разные, и кто-то старается, а кто-то играет более-менее линейно, ну, вот, исходя из статистики, конечно, можно сразу сказать, что Нуки не везет, Эпроксу не везет, вот, сейчас будет опять невезение. Оу, Нуки! Нуки сыграл внимательнее, чем мы ожидали, и, как видим, преимущество выбил. Но это только начальная стадия раунда, и все еще в руках датской команды. Вообще, мне кажется, что розыгрыш под Б для них. Да, посмотрите, очень быстро сыграли мид, и сейчас может здесь Керриган наторанить. Зоникс забрал Тэшку, забрал прием, падает. Не упал Пимс, прошел на Зоникса, атака втроем продолжается, падает. Нуки, у Керригана есть шанс перехватить сейчас проход бомбу в пленту, он пытается реализовать его раньше, открывается ведь первого-второго, второго забирает, падает пакет, и Тэшка не прикрыл, а спугнул Тэшку. Вот, грамотно сыграл. Сначала спугнул Тэшку, но по воле случая увидел чувака слева, застрелил, бомба упала, и Ника просто не сумел засупортить. Плюс флешки, которые в него потом влетели сейчас, всячески лишают шансов Датчан на этот раунд, и я думаю, здесь подврыв даже можно было бы сыграть. Ну, Эплекс не торопится, он тут на чек в ящик просто увидит. Флешка прилетела. Ну, давай, жми. Не, не хочет сжать, но дают шанс Ника еще сыграть на отстрел. Ну, кто-то дернется по-любому, и я подозреваю, что Ника все равно отъедет. Ну, тут, вот, смерть. Стоит смерть, идет Ника, как видим, да, прострел от Эплекса. Ну, как прострел, не прострел, зачекал, через ящик не дошло, но довел пулей на выходе. Добил пулей на выходе. Просто в эту щель под Б, кто не в курсе, хотя многие, наверное, заметили, если не играете от плента, да, вообще обычно там не занимают тупой, но если уж так получилось, что средняя стадия раунда, то можно чекать просто в эту нычку. Если гранат нету атаки, то вы просто увидите выходящего парня, вам всего лишь нужно вовремя нажать на мышку, а у вас там в запасе как раз там секунда-полторы, и вы, по сути, тупо автоматом можете там набрать, попасть в голову. Ну, а Nexus решили психануть, и пока техасская резня бензопилой в их исполнении, но Zonix помешала коварным грязным планам. Пришел Эпрокс, они отбили Б-плэн, Zonix продолжает дефить, еще дает ха-е, остается вновь один-единственный воин датской команды, это Глейв, войни-ника, как мы могли бы подумать, и баста атакой не удалась с одной, вообще без потерь, разыграли все на Zonix, на Эпроксе, закрыли бы. Ну, вот Танексис не стоило психовать, шли медленно, уверенно, набирали раунды, и тут вот после пары тупиковых моментов решили вдруг поломиться, сыграть агрессивно, к чему как раз-таки немцы готовы. Ну, глубокий дефенс, опять же, им подходит. И вот сейчас надо было убивать. Такого штрафу дали на центр, и так там встал в тупик Нуки, что можно было ставить хедшоп, он, наверное, сам сначала подумал, что будет хедшот. Вот, как видим, пытается также Глейф обмануть по центру, ну, уже на опыте отталкивается. Естественно, видно, что в индивидуальном плане очень сильный парень, и знает практически уже все пиксели. Вот тут интересный нашивчик. Ну, пока что Анексис играет антипуш парыч и антипуш б в начале раунда. Под длиной, как видим, все еще MSL, но ее предстоит открывать, если они сейчас... Ну, они тут... Перетяжку они тут уже не убивают, как видим, да, по дефолту позицию защиты. Ну, по дефолту в плане 3 в 2 стоят. Но если на контакту пытаются сыграть, то, может быть, получится пробиться с парыча. Но я подозреваю, одна потеря, и это будет мув на Белли. Б минус по да. Ну, минус по да по-любому нужен. Анексис тяжело, конечно, сейчас без фрага действовать. Они просто не знают, что делать. Естественно, будут открываться уже сюда, но тут немцы, как видим, ждут их на 40-ой секунде ровно. И прямо тайминг в тайминг ловят. Вот пошли на 40-ой секунде флешки. Такой еще тайминг с 1 на 6 был весьма интересный, когда на 40-ой секундах было открытие. Но они тут играли с инициативой, и задумка была в том, чтобы Глайва выпустить, сыграть на рекламу, чтобы он забрал там либо АВП, либо Кольта, и разыграл, и отвлек подъем на себя немножко в то время, как парапет открылся, закидал подъем, помог бы гранатами. Но не получилось сыграть на минус, и решили аннексис планом Б воспользоваться, как видим, задавили мид, открылись с помощью дыма, запугали там сейчас Зоникса, но тот все еще собран, вот опасная ситуация возникла, и он справился со стрельбой, но в последний момент поставил хэдшот. Вот еще бы на секунду раньше открылся, мог бы погибнуть, но, как видим, время на его стороне лежало, и добив предпоследнего парня, уже вышел суппорт с КТ-респауном. Вот аннексис план А провалили, план Б не получился. Вообще, в финалку, наверное, стоило все-таки им по дару сыграть. Зачем решили играть вот в столь предскажимую перетяжку, непонятно. Непонятно в первую очередь, потому что против них стоят все-таки парни, которые понимают элементарные вещи, а здесь элементарной была эта стяжка, тем более, что палевно, слишком уходили с парапета, центра задымили слишком рано. Сначала задымили, потом вышли, конечно, не стали рисковать, это хорошо, но стоило додавить все-таки парыч. Можно было там изолировать, не знаю, поставить на парапет бомбу, просто изолироваться дымом, стоять спокойно, отстреливать. Там же позиций много. Ну, тут, как видим, после серии неудач, черная полоса у дачан продолжилась, и вновь попытка, вновь была попытка сыграть по позициям на фраге, может быть, последующим с олпаном что-то сделать, но тоже не вышло, и ласт остается у нас как передвившим, его просто доминируют нуки пистолетом по 250, 6-5, и Маус и Спортс берут лузовый минимум, даже если эту половину они проиграют, то 5 раундов у них по-любому есть, и это как минимум хорошо. Ух, ух, но я все-таки начинаю сомневаться, я думаю, что меня соврали судьи. Вот тут аннексис, знаете, на вторых ролях после первой карты, и минус моралька, но смогли подсобраться и наладить какие-то свои моменты. У них удается брать раунды, 5 раундов уже достаточно, знаете, смелой заявкой, но почему я сомневаюсь насчет пика, потому что на Инферно они этого не смогли сделать, хотя для этого было все дано. Здесь вроде бы как и оппонент тебя вообще просто по-страшному дергает, вроде у Аннексис даже удалось в нескольких раундах манипулировать игрой, но несмотря на это нашли в себе силы и дали, как видим, ответку. Я начинаю подозревать, что ДДАС, на ДДАСе 2 нас может быть даже ждет. Сюрприз, сейчас, кстати, на медле, вот мог упасть. Нили, ой, АВП от Нуки, ну, вот, наверное, зеркало разбило, 7 лет просто печальной истории непопадания Нуки на центре в тушку, когда чувак открыт, его видно. Ну, это просто ядрем батон. Вот, ядрем батон. И он, АВП, ну, им осталось только в круг на центре собраться, костер развести. Как бы настолько они медленные, но тут уже можно сейвить, как бы даже открываться 3 в 5 не стоит, потому что даже предпосылок к минусу, к опену, фрагу нету, и мид не перехватили, когда была возможность с травмой. Ну, тут Нили уже просто не выдержит, да, все, засейвит, наверное, все-таки датчане здесь 3 девайса. Как видим, да, вот это датский немецкий КС, мега. Ну, относительно правильное решение, судя по деньгам, там, возможно, будут у Пимса деньги на Галил, у МСЛа будет дроп, он прибойно себя говорит, что будет у Нили, пока непонятно, давайте посмотрим на начало раунда. Девайсы лишились, да, 4-3 Глэйв, 4-7 Пимс, вот есть, да, и МСЛ мог сыграть сейчас на девайсе. С оставшимися деньгами это вполне бы, это вполне, как бы, при покупке гранат, там, реабилитировал бы ситуацию, и был бы полноценный пай. Так, здесь пытается играть на прострел, снова без шансов, на Б2 прошли, никто не кодсанный. И, по-моему, это быстрый раунд, очень быстрый раунд даже от Анексис. Хотя, они уже занимали парапет, сидели на ступеньках, вот ступеньки, кстати, это вообще смерть, по-моему, не знаю, кто на них сидит, но тут Маус сами виноваты, что не занимают парапет, хотя одного Эпрокса там оставлять бессмысленно, да и тайминги это очень-очень сложные, просто парыч не всегда занять получится, иногда, чаще всего атака может занимать быстрее, если дым на центре есть, и АВП там никого-то случайно не штрафанет, не прострелит Тамарозе рандомом. Тут, как видим, все-таки анти-КТ теперь играют раунд, а Анексис выпускают Нили, нет, да-да-да, выпустили Нили, чтобы спина была закрыта, и он будет играть на рекламу. Давайте посмотрим, как разыграть. Нет, вообще запустили в КТ, и мид-мид будут выходить, решили закрыть дымом просто с парапет, открывается Нили, разменивают Зоникса, вот он выход под Б, все, тут уже труба, труба просто нуки, он сидит, смотрит в свою подзорную трубу, но ему, ему приходят, приходят другие пацаны и говорят просто, чувак, чувак, мы вас обманули. А вот немцы ждали выпада Парыч, но посмотрите, а Анексис с уверенностью можно сказать, что датская команда подстроилась под немецкую команду, и мышки уже не такими грозными выглядят на самом-то деле, вот сейчас их просто плотно опустили, если честно, меня это впечатлило. Я не знаю, как вас, но меня впечатлило, то, что Анексис решили отыграть не с дефолтным дымом, который с центра разбрашивается, они решили дать такой незаурядный дымок на парапет, разыграть ФАК через десантника одного, но чувак-то побежал на КТ, а остальная стяжка с парыча просто упала на мид, а игроки под Б этого не ждали, все были готовы к стяжке, а тут бац, и флешка мид, и Нуки стоит на Б, дает он флешка пустая, а центр не закрыт, и разменять некому. В итоге вышли, убили, зашли на точку, тупо три в одного, захавали парня, а хелпа на длине должна была остаться тусоваться, ну и разыграли свою пользу. 7-6, первая половина все еще непонятно, чем закончится, возможно это будет 8-7, ну 8-7 означает обычно борьбу, но на первой карте, которой был пик команды Маус, почему-то после счета 8-7 бороться решили только датчане. И вылезли из минуса одного. Кстати, вот сейчас Ниля должен погибнуть, хотя, нет, все, упустил возможность и фраг сделать, но теперь хотя бы не погибнет. Теперь хотя бы будет догадываться, что два вдали, плент вдали точно, на центре, как видим, пиксельчек от Эпрокса. Вот он ждет здесь, ну пьсябата. Еееееееее, я же нико, я же дачанин. Нет, это вообще богатырь. Вот нико какой-то, знаете, я ещё помню другого нико из 1.6, который очень сильно негативно отзывался кс.го, да и вообще, ну он стрелял похуже, чем этот нико. Оу, ещё одного поймал. Но он ещё второго видел, и минус парыч давай, и минус мид давай, ну вот чтоб вообще на красаву сделать. Ну тут, как видим, врыву, он не хочет проигрывать. Иглок, бой. О, пачка внуки, ну все. Просто наживца ловили. Вот Ника как живая приманка, но опасная, чертовски опасная приманка с АВП. Отплеклись на него вся, на него вся тройка отвлеклась. После первого минуса непонятно, почему чувак с парапеты выходил, ни флешки не бросил, никуда не посмотрел. Просто как стадо индейцев. Дайте я выйду, дайте я убью, но не убил. Ну и в итоге 8-6, друзья, а Nexus впереди, но не настолько, насколько бы им хотелось. Последний раунд первой половины, они играют на позитиве после серии. После двух раундов, которые они выиграли, реально благодаря тому, что при инициативу и тупо передумали своих оппонентов. В двух ситуациях были вообще готовы к повороту событий. Вернее, не они были готовы, они просто делали то, что от них требовалось и разыгрывали гибко, а вот немцы не были готовы. И Маус Спорт следует задуматься над тем, что сейчас они могут отдать вторую карту, если в атака их слаба. И первый пистолет никому не убьет, потому что вряд ли здесь у немцев получится. Хотя 4 в 3 выбивания могут потащить на 8-7, а вот Депрек сейчас сыграл как вообще Валентинова хреновая няшка. Не увидел Пимпса, но его хотя бы застрелили и можно дефить бомбу. Ну, как видим, сыграли врыв под флешку, вот две флешки было, там видимо, наверное, еще одна вторая вылетела. Ну, фиг его знает. Ладно. В общем, Б-Плэнт разыгран 8-7 и эта зеркалка, счет такой же, как и на первой карте. Пока счет по картам 1-0 в пользу Анексис. И, по-моему, разыгрывать будут до последнего. Ну, хоть половина осталась за датчанами. 3 минуты брейк просит сейчас МСЛ или спрашивает. Ну, скорее всего. Ноу-лайф, ноу-лайф. Все-таки будет сейчас перерыв небольшой на трансляцию у нас. Ну, мы будем просто ждать вармап. Сейчас командам надо выдохнуть. Ну, а немцам надо задуматься, брать это додаст или нет. Ну, и буквально недавно... Давайте пока, наверное, пойду, почитаю комментарии, которые вы писали. Там, наверное, есть что-то так. Ничленникс, Акапризенникс. Все, кто вот Эдварда, это не то-та-та-та-та-та. Чат продолжает на твиче нас радовать. Неплохо, нявка, ох, как выдал. Нет, жесткий Апрекс на самом деле упал в точку. Он не убил тупой угол. Если вы заметили, если бы Пимс вылез на там 4 секунды позже, то все было бы вообще жестко. Так, а я пока что... Так. Итак... Написал я просто Петру с Хилтверги, чтобы он там посмотрел, что происходит с багом. Там баг просто на Хилтверге со стримом. Я знаю, что многие туда ходят искать русский стрим наш. Слэм, как дела? Да все отлично, друзья. Вообще все офигенно. Вот скоро сезон начнется с Тарладдера. И анонс, наверное, будет на этих днях в ближайшее время. Вообще, конечно, фигово то, что анонс... Я вот сам сторонник того, что анонс надо делать как бы сезон и начало сезона за месяц. Как бы строго, да? Что такого числа мы вернемся. Эх, подкармливать народ? Вот, но у нас как где угодно. Вот в СНГ только так. Сегодня анонс, завтра начинаем. И насрать, что ты ничего не знаешь и ничего не готово. И тебя не предупреждали. Эх, так. Ну я жду, когда там договорятся комментаторы буржуйские о том, когда у них там реклама закончится просто. Я-то ее не кручу. И хотя меня просили, но там прекрасно понимают, что... Заниматься я буду потом все равно Старладдером. Не, кстати, на этом канале, друзья, вот заходим сейчас. Кому не лень, twitch.tv slash bysl4m или просто тыкаем по профилю, быстро регистрируемся на Twitch'е и нажимаем лайк внизу канала. Очень сильно нужны подписчики на канале. Просто на этом канале будут проходить все основные трансляции из чемпионатов крупных там в Европе. Вообще за рубежом даже азиатские по комментам, американские по комментам, какие-то турниры, если будет возможность нормальная. И ставьте лайки. Вот там уже почти 400 лайков есть. Это почти 400 подписчиков. И я буду верить в то, что... У нас там будет хотя бы тысячи-полторы. Это удобно просто. Там можно просто следить за трансляциями. Вообще. Ну, ура. Так. Ну что, ready? Go, go, друзья! Говорят мне сейчас судьи чемпионата. И я надеюсь... Наконец-то будет нормальный fight. Может come back. Хотя... Вот сомнительно, конечно, 87 в пользу. Пользу аннексис так, знаете, прям уверенно. Уверенно. Не, ну относительно уверенно, конечно же, там. Могли вообще, по-моему, в ноль раздавить немецких мышек. Вот вместе с Керриганом, датчанином. Но как-то не так. Что-то не то. Ну, и аннексис молодцы. Не играют они по шаблонам. Могут где-то в середине. Если бы, конечно, они там с того момента серии провалов, когда у них началась, когда они просто оставались в меньшинстве, и начинали куролесить. Давай попробуем на А, давай попробуем на Б. Хрен с ним, давай выйдем в центр и сдохнем от Нуки. Еще перегрёж снова огня. Если бы они избегали этих моментов, было бы все круто. Но сейчас у них дефенс. Смотрим, что сделают немцы в атаке. На них, в принципе, все основное внимание. Рестарт, и половина началась. 2б, 1 центр. Анексис, по-моему, пуш будут играть под Б. Да, против Трабли разыгрывать. Трабли играет на халде, как видим. И спешить не будет ни от Титаника. Нуки, чек от Титаника. Трабли врыв. Если что, сыграет выпад на Т-шку. Если там, наверное, будут какие-то агрессивные расклады. Ну, и от Маус больше ничего сверхчёткого нет. Ну, в планах, видимо, у них либо мид, либо парыч. Опять-таки, пока непонятно. Пытаются контролировать они ситуацию на мидлее. Но выпад, парапет, МСЛ, двоих увидел. Двоих увидел, дал инфу. На Анексис нет инфы по длине, но они, наверное, просто на укрепление сыграют. Им здесь легче парыч продавить. И они, вот, как видим, да. Смещается пимц, в Т-шку разыгрывается. Трабли выигрывает. Ну, с Нуки перестрелку. Трабли задинамил. Зоникс открылся по МСЛ. Выход Б минус Нигли просто. На ходу от Нуки. Вообще, сразу вот ваншотом он с П-250 читает позицию врага. И не оставил шансов. Ну и Б-плэн за немецкой командой. Неужели 8-8? Да, ну, 8-8, 2-5 здесь, конечно, шансов крайне мало. Но мы видим, что на той половине... Вернее, на той карте, что было. Ну, только-только ставится бомба, а пимц уже один. И пимцу даже не дали, знаете, повоевать. Вот как-то... Олф. Олф просто. Олф ему ставит Зоникс. Падает бедолага. Не простоял. Не выстрел он вот против первопистолетного. Ну и, наверное, сейчас команда... Мау Спортс продолжит набор. Ну, если, конечно, Анексис не перевернуть. Знаете, такие ребятки, которые любят вот там перевернуть. Разорвать, разломать. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Смотрим. Тут немцы... План банан у них какой-то непонятный. Вот я не понимаю, почему эти двое только еще подошли. Ну, ладно. Сейчас будет весело. Сейчас будет весело. Я прям чувствую, что сейчас полетят пачки. Вот уже на пары еще пошел. Пошла перестрелка. Вот Нили сразу пытается попадать в какой-то пиксель головы. Вообще, здесь на пиксель можно засчитывать. Лопаток. Можно попасть очень-очень твердо. Но... Плэн пимц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, квадрообразная МСЛ. В паре с Нико. О, Господи. Звенья не могли сыграть. Нам все сто процентов. Дать демейджу много. Но забрали только Зоникса и Эпроксу половину снесли. 2-0 во второй половине. Немцы вылезают пока что из одного места. И будут пытаться, наверное, стоять на своем... Ну, если что, третья карта Трейн и Трейн, это как бы... Хрен-то его знает. Хрен-то его знает, что же будет на Трейне. Мне даже кажется, что там ничего не будет на Трейне. Там просто будет соусич вообще неимоверный. Так, ну пока. Маус Спорс хотят 10-й раунд. Вообще, проигрывать, конечно, датчанам здесь... Не очень, наверное, хочется. Но немцы делают... Все. Вообще, да даст два, друзья. Знаете, такая карта вот... Где... Ну, вот такие ситуации тоже тут, как видим, решают. Неровно разыгран мид. Неровно еще что-то. Ну и аннексис... Пардон, пардон. Отвлекся написать сообщение, и вот так получилось. Коварно. Коварное сообщение получилось. Вот, взял и пропустил. И меня тут пишут... Здоров, слэмщик. Так, у нас тут... Какие-то расклады все еще со Старсерии получаются непонятные. Так, у нас еще Маус и Спортс, оказывается, не подтвердили участие. Так. Приходится работать на ходу, прямо на трансляции, потому что требует... Все, я вернусь. Нужно было контактами поделиться. Ну и тут аннексис... Два минуса на центре. Я-то думал, а тут понеслась. И датская команда просто перевернула, как я понял, всю эту попытку мышками показать. Не, вот у Маус и Спортс, знаете... У них не камбэк, у них фальшивый камбэк. У них не сплит на Б, у них фальшивый сплит на Б. У них ничего там... О-о-о! Вы видели? Просто эпик! Это Малапупа! Поп-поп-поп-па-па! Короче, фору давали датчане, как я понял, немецкой команде Мауса Спортс, которая с Нуки почувствовала второй глоток свежего воздуха и второй глоток пришествия великого скилла в руки. Но... Но! Одно большое но вот не смогли, да? И пока что Маус напуган. Смотрим на Нуки, и он пропустил под Б двоих, никому не дал штрафу, МСЛ займет длину, а вот Аннексис задавит вдвоем сейчас парапет, и вполне возможно они успеют даже сыграть на прием очень хорошо. Глейв основной на размене Пимпс, вторая роль на парыче, Глейв инфа, Пимпс на перекрытии, вот сыграл после флешенного Глейва, кривая флешка, и два игрока уходят с парапета. Все, выбили Маус, даже не напрягли эту сторону карты, просто выбили. Итак-с. Давайте смотреть за Маузами. Сейчас сыграют в сторону длины, там у нас МСЛ. Вот, МСЛ пытается в нычку сыграть, на самом деле шанс есть, но тут уж очень, вы знаете, немцы прямо дотошные, придирчивые, чекают все, и минус два на длине. Вот, реклама непонятно как умерла, но яму-то вообще задавили просто полностью, прямо каждую мелочь пытаются разобрать. Сейчас предатака, вот в паре с Трабли, вообще грозно, но Глейв убил, Ника может сейчас прийти в суппорт на парик, и у Анексиса есть еще шансы разыграть. Тем более, да-да-да, вот Ника выходит, тем более у него такой суппорт получается, что он тут вообще основной игрок. И тут уже в пунте, задача не из легких, и бомбы убивают, прострелом внуки, флеш пошла, Керриган Зоникс, бомба за Зониксом. Вот тут спрешат, как видим, тут нужно Глейву, конечно, как-то реабилитироваться. Ника просто один не сможет на себе держать, нужно, чтобы Глейв там, не знаю, пошел сдох, но Плэнт надо убить вдвоем, как-то постараться. Но если Ника не убивает, то это все, да, все, Ника не убивает, и Глейв здесь просто, ну, его слышали, как видим, пытаются прыгнуть, его ждут. Тюна также ждет, предсказуемый выход на выбивание. Но, тем не менее, счет становится уже, как бы, 11-10, один раунд, всего лишь есть у Анексис в преимуществе, в запасе, но у них есть деньги. И продолжать их просто по серии выбивать будет крайне сложно. Так, ну вот тут Глейв вообще просто, посмотрите, пытался так заслайдить сейчас вправо, но не срослось с попаданием, слава богу. Так, ну и сегодня у нас будет, наверное, сбор с командами, с капитаном. Старс Сириус, вот те, кто играют в Старс Сирии, Старладдера, тоже небольшая инфа. Я просто параллельно отвлекаюсь как раз на эти моменты, вы не подумайте, что я тут устроил какой-то чат и... Вечером посмотреть CSGO нормально, да еще и под пивко. Ну вам под пивко мне нельзя, я при службе, да? Так, врыв под В от Ниля. Ну, смотрите, немцы уже вышли на А. При том, что вообще в глухую в парке сыграли. Сейчас у нас сборный гипс, как видим, но он долго там не простоял. Ниля в поджиме. Интересная позиция от Глэйва и вполне возможно на перспективу разыграет. Пока минус... Да, ну вот ТВП боятся, конечно, да. Но дым не вечный, дым не вечный. Чекать рано или поздно придется. Глэйв, как видим, действует вообще по парочу и проигрывает в позиции. Его в итоге сразу Керриган закрывает. И пуш по длине также зачитали. Ну, в общем, продолжается борьба. И Маус Порча навязывает 11-11. Друзья, минус деньги у Анексис. Это был шанс сыграть в наборы и по деньгам, но не вышло в итоге. Хотя минус деньги как. Лайф 1-9, но остальные на бай. Четыре игрока могут купить себе сейчас позволить. Ну, вот мне кажется, что знаете, вот эта вот датская, немецкая, не знаю, как бы так сказать, дисциплина. В плане экономики она не позволит им, да, как видим, купить девайсы. Ну, вот МСЛ позволил себе фарм. Как бы, да, 3500 у него так. МСЛ 4, 250 даже осталось. 3500, фарм, пароч, флеш. Ну, вот шанс сейчас давайте посмотрим, зафармит или нет. Пока сложно сказать. Вот моменталку заходят очень внимательно. И вот от первого, ой-ой-ой, как Эпроксу там просто вывезло. Вот еще бы одна, еще бы одна бы дробиночка из пули, да. И это был бы покойник на парочи, открытая одна точка. И атаки было бы посложнее немного. Но напряжение все равно создали хоть какое-то. И есть еще шанс просто потыкаться на перестрелках. Может там вдвоем кого-то законтролировать. Но дым, дым, конечно, здесь у немцев будет фиксить просто все неудобные расклады. И игра на планете будет выходить, но все-таки... В этом раунде уже просто надеяться на что-то глупо. Да и вообще Эко. Я думаю, там за пару особых сильного Нексис нету. Преимущество только на один раунд отдают пока что. За собой еще есть карта, да и силенок собраться, возможно, хватит. Хотя из последних игр пока тяжело. Так, ну а пока что вот предварительный состав могу вам рассказать интересный. Команды, которые будут радуют меня уже. Вот названия такие как... ВГ, Неп, НАВИ, ЕС, СВП, Зенейшн, Керчнет. Эх. Так. Кто-то пишет, что в инфест добавили молотов. Что за жесть? Что, взрывается бомба, Ника на сейве, на СТ-респауне. Как видим, сейвит на Титанике. Ой, он тут еще так убил даже Керригана входящего. Молодец, молодец. Ну и счет становится 5-3, друзья, в второй половине. Счет первой половины 8-7 в пользу команды Анексис. Ну и, соответственно, 12-11 сейчас счет. Впереди на 1 очко Маус Спорт за сильную сторону, в которой начинали Анексис. Они пока что начинают медленно, но уверенно брать раунды. Особого, конечно, преимущество у них шаткое, но по раундам могут. Могут так. Тут МСЛ на моменталку дадут разыграть. Вообще, по-моему, если в начале раунда на моменталку не получилось, то ждать там уже дальше бессмысленно. Но тут что-то знают, на что-то надеются. У Мауса Спорт же игра, похоже, пока что больше на какой-то, не знаю, каскадерский трюк. Вот непонятно, что тут Зоникс еще делает. Хотя, может, просто с респы смотрел длину тоже, да. Решил обезопасить себя от позиций в упоре. И от внезапных нежданчиков и врывов под флэш. И мид готовится выходить. Сейчас игроки защищены. Игроки атаки сразу без шансов для Нили. Мид забрали. Вот я пытался на Нили начелкать, не получилось. Ну и смотрим на Б, что будет делать Ника. По-моему, у него здесь один только, один шанс из ста, да. Ну вот один раз он убил. Его сейчас здесь просто фиксят сразу. Закрывают вообще без шансов. Смотрите, ой-ой-ой, вот это просто что творит вообще, батюшки. Нуки там от страха забирают Зоникса. Бомбы не ставятся. Глайв пушит, дает инфу. По последнему трабли на Б. Эпрокс в центре как дополнительный бонус для команды Анексис. Но он не справляется с МСЛ. И вот он, опасный момент, наконец-то, который дает мне, да и вам, проснуться. Вскоре бы сейчас не сдохли, товарищи начальни. Пимс, у-ху, против двоих. Вот тут он бомбу на планете имеет. Уходит с Т-шки, не дает себя в обиду. Времени 16 секунд. Бомба не стоит. Пимс просто убегает тупо к мидл. И сыграет линей на 11 секунд. 10, бомба начинает ставиться. 9, 8, 7. Пимс на центре. Выход продолжается. И... Ну вот, не нашел никого за ящиком. Полетела граната в Дэнс. Ну вот он Эпроксу уже проиграл. По-моему, он даже сейчас не чекнет Эпрокса. Тут вернулся Эпрокс, да, как видимо. Он даже не чекнул Эпрокса, просто даже не догадывался. Вот он, видимо, подумал, что он загнал сейчас все-таки Мауса Спорс. Куда-то там в позиции глубокие, закрытые. Но не тут-то было. Теперь уже точно можно сказать, с уверенностью можно даже сказать, да, что пока... Вот это преимущество, инициатива за Мауса Спорс. Она благодаря... Она у них благодаря тому, что Annexys не могут сыграть на выпад удачно, да, и позволяют тянуть время немцам. Те, в свою очередь, это как бы, да, для них всегда в преимуществе это идет. Как, знаете, затяжному стилю это нормально. И у Annexys такие глупые достаточные перетяжки. Ну, выходы под Б, например, они не считаются. Тяжки с парой еще не контролируют в сторону центра. Ну, сейчас, как видим, решили сыграть в аркаду. Опять начало хорошее, а вот что будет потом непонятно, потому что холд у Мауса Спорс продолжается. И вот интересное тактическое выбивание на длину. От флэша опять отталкиваются, Глейв в обходе. И на клубе у Пимса здесь Ника, Ника белый. Пимс продолжает доминацию, и немцы заперты. Да, загнали их как зверей, как бы, в спине Глейв, и, наверное... Да, ну вот он тут увидел респ, и не даст просто зайти на ноль, на восемь дым ляжет. Да, восемь дым, ноль дым, по сути... Ника еще отрезал Зоникс, остается Керриган. Ну, и датчанин здесь, наверное, против соотечественников не будет мучиться и уступит в каких-то моментах, в каком-то моменте. Так. Виннер, кстати, играет... Победитель этой пары играет с Вери Геймс, так что не забываем. Три в одного, и Керриган в 30 секундах. От раунда смена девайса, и это будет финалка на плен, друзья. При том, что крайне смелое решение для этого парня. Ну, индивидуальный уровень, я думаю, ему здесь просто не позволят сыграть успешно. Ну, он-то сам прекрасно понимает, попытался просто поманцеваться, по... Знаете, подлить масло в огонь после всех этих разменов, серии минусов, но останется с ВП в конечном итоге. Девайс нужный. На следующей половине, правда, с этим девайсом, наверное, разыграть дадут Нуки. Хотя Керригану бы самому тоже не помешал. Давайте смотреть, что будет с ВП. Нуки пойдет или кому-то еще достанется. Просто кто хочет роль вообще в АВП в атаке исполнять? На Зониксу. На Зониксу оно достанется. Давайте посмотрим, как он разыграет с ним. Не, еще один дроп, и в итоге Нуки все-таки досталось. А Нуки там вообще с поздним респом вставал на центр. В итоге там уже дым, все, никого не чекнул. Аначе сейчас могут все что угодно делать под Б. Там, кстати, две гранаты залетело на длину. И под Б, возможно, тоже сейчас что-то заходило. Я просто приглядел, не знаю, бросал ли что-то Нилля. Да, вот она одна флешка. Но это флеш от игрока атаки, скорее всего. Была брошена в Т-шку антиаркадная, чтобы поджиму не проигрывать. И Мидла дают Анексис. Ну вот рассчитывают они сейчас на то, что удастся им на перестрелке выиграть, видимо. Вообще странно, под Б Нилля мог бы уже зайти. Да, все, Нилля заходит под Б, инфа для Анексис. Буквально в нескольких секундах они от инфы, чтобы понять, как будут разворачиваться события. Нилля занимает, чек, конечно, под бустом, никого нету. И дал инфу по нижней тэшке. Все, останется просто стоять. Тут, как видим, на пары пытаются пройти атака. Но у них, ну, пока непонятно, получается или нет. Трабли, кстати, слышал Нилля. Сейчас будет минус Нилля. Скалей всего. Да-да-да, Трабли слышал, внимательно вышел, ожидая в этот момент еще и по стяжечке с Мидла. Ну вот видите, как пошатнули. Один поспешил, остальные не поддержали. Инфа, значит, прошла очень плохая. Притом, что подох глупо. Нужно было просто ждать. Держать немцев на расстоянии. Но знать, где они, это всегда полезно. Тем более, что все были бы на сраже готовы. Но, видимо, концентрироваться не хотят. И у Анекси сейчас большие проблемы на точке. Вообще, Маус и Спортс надо взять три. И все будет великолепно. Нуки ставят по пимсу. СВП открывает с дыма. Ой-ой-ой, немцы открылись. Все, не отдают. Не отдадут уже, наверное, плент с разменом. Нуки, два в одного. Зоникс, длина. И Ника будет на выбивании. Бомба ставится на длину. И Нуки на гусе. Зоникс на рекламе. Все тут. Все, тут третья карта, походу. Походу, третья карта. Чувствуется мне, что у Анексис тоже потекли немного. Ну, видно, что на первой половине старались все. И здесь пока только Ника на подъеме. Судя по серии, после первой карты он еще разыгрался только. Сейчас он сжарит. А вот команда его в себя пока не верит. 3 на 8 падает МСЛ. Нили 6 на 8. Командной игры слишком мало. Несмотря на аркаду от Ниля, опять же, почему-то никто не вышел супортить мид. Почему, опять же, непонятно. Просто расклад такой, что чуваки могли бы спокойно взять, ливнуть под Б. С мида. Да, мид никто не закрывает. И проиграли бы позиции. Чувак бы там, который стоял на КТ, даже бы не ожидал выпада с мид. И все. Так, 3D Max подтвердили, кстати, свое участие на SLTV Star Series. Это команда с гвардианом, главврагом Вэри Геймс. Просто вот у которого режим антифранцузы и бельгийцы. И все-все-все, кто там есть. Все ханти, в общем. Господин жесткий дефенс. Аплантар. Ну, а тут МСЛ-чик у нас пытается подковеркать. Зоникса не получается. Падает. Флэшмид. Пимс минус Зоникс. 4 в 4. Остаются команды. Смещается атака у немцев под Б. Вот это как-то неуверенно действует на медле. Видимо, что-то боится. Ждал дыма, ждал дыма. Но вот все равно. Вышел на такой легкий риск. Под Б как-то просто давка пошла. Ну и два фрага. Два фрага совершает под Б Маус. Естественно, точка для них. Теперь открыта. И им ничего не помешает забрать этот раунд. Ну и они выходят там уже на ничью. На свою как бы, да. Все окей. Пока, конечно, еще есть призрачный шанс, что в этом раунде будет Таскадрита-та. Вот это вот был... Подсказал свое слово Нико все-таки, да. Может он. Ответственный момент. Очко. И 1 на 1. Ой-ой-ой. Трабли. Ну вот этот немец не дал. 1 в 2. Раскусить себя. Показал стальные нервы. И, по-моему, вторая карта за Маус и Спорс. Один раунд остается взять команде. 15, друзья. Очков ребята взяли. И 15-12. У Анексис уже смысла нет тащить. Как бы... Не, ну смысл есть тащить, да. Но потом стоит рассчитывать только, опять же, на овертаймы. Возможно. Даже что овертаймы, если состоятся, то не факт, что они их выиграют. Не показывают той уверенности Анексис на Инферно. Ой, на Додасте, которая была на Инферно. На Инферно все-таки крайне вот жесткие. Выходы с Б, удержание плента и грамотная атака со стяжками красивыми. Была интересна. Но это только интрига. Это Трейн. Третья карта. У немцев она очень-очень жесткая. И стоит пред... Ну, недавно же они Virtus.pro на ней разгромили. Как ни крути, да. Это есть результат. И результат очень хороший. Посмотрим, как они с Анексис справятся. Но что-то мне подсказывает, что... Именно немцы сегодня пойдут... После этого матча пойдут даже, наверное, я отметил чуть-чуть, чуть-чуть такую победу. Напомню, что на этом чемпионате за первое место там достается почти полторы тысячи долларов. Всего это онлайн Еврокубок, скажем так, да. Проходит он очень быстро в течение нескольких дней. Там с перерывами на выходные. И вот мы смотрим сейчас финальную часть. Есть стыковые матчи. Завтра стыковой ВП. Virtus.pro или Mondogs. Потом мы, наверное, числа с 11-го начнем с Тарладдера, кстати, хотел сказать. И, наверное, все оставшиеся матчи прокомментируем вместе с Таффой. Либо буду я. И, в общем, получим удовольствие от CSGO. Ну, и так, смотрим. Глейв. Врыв на плент. Тут уже... Ну, тут надо сидеть и ждать. И Глейв будет, по-моему, сидеть и ждать, да? Не, его пастухого пытаются выкурить. Но на дальней дистанции стреляться с по 250. Вот плент и тупой угол. Это вообще не по шансам. Вот, вроде, пока тут... Просто... Вейпуля просто даже по прицелу в голову не залетает. Ну, что, ГГВП, друзья. 1-1 по картам, как я понимаю. И дальше у нас будет... Трейн, СЕ. И, скорее всего... Скорее всего... Он, конечно, останется за немцами. Ну, и мы, наверное, уйдем в короткий, небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Я вернусь через несколько минут. С третьей карты этого матча. Начнем мы ее смотреть через минут, наверное, 6-7. И пока небольшая пауза музыкальная. И немножко стрим-рекламы, кстати. Отключите флешблог. И не забывайте подписываться на канал на Твиче, друзья. И враги.